У Кристины очень редкий вид рака. Лишь у трех пациентов с диагнозом рак молочной железы выявляется инвазивная апокринная разновидность. Этот вид рака малоизучен, коварен, быстро метастазирует и его крайне тяжело диагностировать на начальных стадиях. Эту новость Кристина восприняла как возможность вылечиться и жить еще долго, а не умирать. И все же борьба была очень непростой. Говорят, что рак – это болезнь обид, гнева, негативных переживаний. Некоторым из нас кажется, что это точно не наш случай. Так думала и Кристина. Она вообще редко болела и никогда не жаловалась на здоровье. Анализы сдавала только по необходимости, осмотры раз в несколько лет, наивно полагая, что раз ничего не болит, значит беспокоиться не о чем. Кристина стала замечать негативные изменения в своем организме еще несколько лет назад. Сухая кожа, зуд – эти симптомы беспокоили все чаще, но не указывали на что-то действительно серьезное, и Кристина не нашла повода для беспокойства. Но со временем появилась быстрая утомляемость, а после внезапного обморока было решено пройти хотя бы минимальное обследование. Сильная анемия – первое, что вызвало у врачей серьезное беспокойство. В октябре 2020 года Кристина попала на прием к гематологу, где впервые услышала о том, что диагноз однозначно серьезен. Но Кристине повезло, редкий вид рака был выявлен на том этапе, когда лечение давало хорошие прогнозы. Несмотря на то, что болезнь появилась еще несколько лет назад, Кристине были назначены курсы химиотерапии, и она стойко переносила все тяготы агрессивного лечения. Слабость, тошнота, ломота в теле и другие серьезные побочные эффекты не помешали ей заниматься не только собой, семьей, но и выходить на любимую работу. Волосы стали осыпаться почти сразу, но Кристина без сожаления их остригла. А вместе с ними ушли страх, печаль, а вера в новую жизнь, без болезни, стала только крепче. Зачем человеку даны такие испытания? Почему именно я? Эти вопросы задает каждый, кто узнает о таком трудном диагнозе. Кристина долго думала над этим и решила, так и должно было быть. Это повод остановиться, вспомнить о себе, о смысле жизни и обо всем самом важном, что есть у человека, собственном здоровье и любви близких людей. Сейчас Кристина на пути к своему выздоровлению, и у нее обязательно будет долгая, счастливая жизнь, наполненная новым смыслом.